Доброе утро, мои прекрасные! Получила очередной заказ, больше 100 баллов, разные позиции и уход, и товары для дома, парфюм, бады и нижнее белье. В общем, в этом заказе есть все. Давайте быстренько пробежимся. Станки, у меня такой уже есть, поэтому этот не для меня. Миниатюрный такой компактный станок, очень удобно держать в руках. Четыре лезвия, полосочки вот эти для смягчения, две штуки есть. Хорошо справляются со своей задачей. Уже, мне кажется, больше месяца использую, нареканий нет. 910-519. И к ним же, к ним же запасные сменные кассеты. Внутри две кассеты в каждой коробочке. Артикул 910-520. Хорошо бреют. Я предыдущими одноразовыми станками не пользовалась, это была не моя тема. А эти мне очень понравились, поэтому с чистым сердцем рекомендую. Дальше линейка ICO. Ну, вы знаете, что активный крем ICO мой самый любимый. Конечно, куда же без него. В текущем каталоге мы с вами применяем купоны. Если вы сомневаетесь, не знаете, что по ним выгодно брать, посмотрите обязательно обзор каталога текущего и мое видео. Топ-20 продуктов Фаберлик. Там, конечно, активный крем вы встретите. И к нему крем гель для век с муцином улитки. Артикул крема для век, геля для век, точнее, 0,990. И мой любимый, самый любимый активный крем 0,227. Когда я использую линейку ICO, а надо сказать, что это моя первая уходовая линейка Фаберлик, с нее я стартовала, моя кожа всегда в идеальном состоянии. Поэтому возвращаюсь к ней уже не первый раз. Очень скучаю по ночной маске из этой линейки. Надеюсь, что все-таки в каком-то виде ее вернут. Настало лето, и пора активно пользоваться кремами с SPF. Моя любимая линейка в этом вопросе. Да, в этом видео будет все мое любимое. Приготовьтесь. Тут новинок нет. Тут только проверенные продукты, которые уже не раз протестированы и заслужили теплого отношения к ним. Крем с SPF 30 Miss Skinny. Насколько я знаю, линейку выводят. Сроки годности у линейки до декабря, так, да, ночной до декабря 24-го года. Сыворотки тоже должны быть. А, нет, вот смотрите, дневные кремы до июня, да, до июня 25-го года. Сыворотки до апреля 25-го года. Сыворотка для век до 30-го января 25-го года. Крем для век. То есть это не только первая партия, то есть, значит, еще довозили. А вот, а, тут все увидела до декабря. То есть ночной крем и крем для век до декабря, а дневной крем до июня, до апреля и до января. Эта линейка мне очень понравилась. Я, во-первых, хочу похвалить SPF 30 крем, который подошел и мне с сухой кожей, и моим подруженцам с комбинированной жирной кожей. Действительно хорошо защищает. Ночной крем мне подходит, в принципе, и зимой, и летом. Просто зимой, конечно, обязательно под сыворотку. Питание никогда лишним не бывает, но крем максимально комфортный. Крем для век такой бальзамовой. Текстуры очень плотные. Я люблю плотные кремы для век. Тоже обязательно в заказе. У меня уже были в прошлом заказе наборов 5. Вот они все парочкой шли. И я еще 3 комплекта докупила, потому что все, девчонки уже начали просить SPF-чики. Сыворотка. По-моему, про нее есть отдельный обзор на канале. Посмотрите, да, тут шарпейчиком. Да, по-моему, я про нее снимала. Сыворотка для век. Ну, практически единственная сыворотка для века именно. У нас единственная, мне кажется, в линейке Dream Therapy еще же у нас там тоже сыворотка для век. Ну, вот в Мискине получила недавно отзыв от человека, которому очень доверяю, что эффект, именно заметный эффект от применения сыворотки для век и крема для век. Я сыворотки, для меня это непривычный продукт. Я про нее все время забывала, поэтому не хотела повторять. А тут после такого отзыва решила, так, мне надо точно повторить это комбо и проверить. Действительно, может быть, эффект будет намного круче. Хотя в моем возрасте 30 лет еще, конечно, таких прям вау-результатов не будет, потому что, в принципе, кожа в хорошем состоянии. Тетя моя родная у меня дома увидела на ванной все разнообразие гелей для душа. И, конечно, все перенюхала. И ей очень понравился самбо Дель Рио, оранжевая линейка. Это гель для душа пляж, экстракт кокоса. Но по факту пахнет больше, ну, какими-то тропическими фруктами. Это чечен, поэтому себе напомню. Манго. Нет, не манго. Ананасик. Кокосик. Ну, в общем, тропиками сладкая, приятная одушка. Вот. Тоже к покупке советую. Стараюсь в заказы добавлять сухой шампунь. Подсадила всех родственников на него. Поэтому, чтобы всегда в запасе был, каждому заказу буду добавлять 28-70. Я беру чащик, который для темных волос. Берю нет. На самом деле брюнет не прям темный. Я темно-русая. Родственники все тоже. Никого блондинов нет. Поэтому советую. Для подруги, которая сейчас беременна, уже не первый тюбик отдам. Крем-бальзам для тела Мумио. До этого отдавала то, что у меня было в запасе. Тут даже пришлось дозаказать. У него и указано в описании, что он от растяжек. 28-26. Классная линейка. У каждого крема в этой белой линейке с зелененьким крестиком свое назначение. Вот. Поэтому обязательно читайте. Заказала. Вы видели, сколько было зеленой Ренаты в прошлый раз. И еще я дозаказала красную Ренату. Объясню, почему. У меня фобия, что любимый аромат может пропасть. Фаберлик такое бывает. Вот какой-то аромат понравился. И все. Его потом нет. Например, так случилось с линейкой Блум. Аромат инкогнито обещали вернуть. Аромат дезерабль. Я испугалась, что пропал. Но обещали тоже его вернуть. В миниатюрках он сейчас есть. Вот дабы этого не случилось. Хочу для себя этот красивенный флакон. В каком-то из обзоров парфюмерии у меня есть. Упоминание про Ренату красную. Это аналог Armani C. Причем очень похожий. Одни из самых шлейфовых, стойких парфюмов в каталоге. Это вот Рената. Что Рената красная, что Рената зеленая. Они очень стойкие. Вы должны учитывать, что более насыщенные терпкие ароматы. Более стойкие. Легкие, весенние, цветочные. Афатические ароматы. Они менее стойкие. Также и в люксе. У меня, например, есть L'Aveille, которая держится сутки и даже больше. А на одежде вообще пока не постирается. Даже после стирки может аромат остаться. А есть L'Aveille Parquinzo, которая через 3-4 часа слетает. Это тоже люкс. Не самая бюджетная парфюмерия. Но точно так же держится. Все точно так же и Faberlic. Насыщенные терпкие ароматы. Держатся намного дольше. Рената спокойно и на следующий день можно ощущать от нее шлейф с одеждой. Обалденный, насыщенный аромат. Поэтому беру два флакона. Беру в расчет еще то, что у меня есть люди, точнее родственники, которые тоже полюбили этот аромат. Поэтому пусть будет и для меня, и для них на всякий случай в запасе. Мыло с гранатом. Мое самое любимое мыло для рук. Именно мыло для кухни. В следующем каталоге у нас с вами появляется новая душка. Появится и освежитель воздуха, и мыло для кухни, средство для мантия посуды и кондиционер. Поэтому не стало запасаться в большом количестве. Посмотрим, какая там одушка придет. Уже во вторник я получу заказ с новинками. А пока гранат, две штучки обязательно. Спрей освежитель. В последнее время как-то очень много заказов на него. Поэтому точно так же пополняю запасы. Этот спрей мне нравится больше, чем Суюн. Как-то вот вы знаете, и спонжи лучше отстирывать. Да, я этим спреем спонжики стираю. Их как-то пятнышки получше выводят. Наношу обязательно на все следы от еды на детской одежде. На белые носки, на подмышечную зону, на воротники. Стираю спонжи косметические. Прекрасно отстирываются. Поэтому всегда должен быть артикул 30-150. Ну, если я где-то артикула не говорю, я всегда вам вывожу странички каталога, чтобы вы посмотрели. Дошел автозаказ. Было там 10 банок магния. Хилат. Это лучшая форма магния. Вот. Но уже две баночки ушли. Если вдруг на вашем складе есть, обязательно берите по купонам. По купонам выходит намного дешевле. Артикул 158.01. А это мне до сих пор шли с нашего дня здоровья. Представляете? 10 штук без магния никуда. Проводила подсчеты, что наш магний даже без скидки по купону выходит дешевле, чем подобная же дозировка в магнии. Чтобы был и хилат, и чтобы такая же дозировка выходит дешевле. Я сравнивала. В аптеке у нас был эволаровский. Да, кроме хилат, хилатная форма была только, чтобы такая дозировка в эволаре. Эволар был больше тысячи. Переходим к товарам для дома. Каким-то образом я упустила момент, когда у меня исчерпали запасы средства для мытья полов. Оно вообще называется универсальное средство. Так, давайте сделаю вот так. Универсальное средство. Но мы его в простонародье называем средство для полов. В 5 штучек пополнила, добавляю воду при мытье пола, при мытье окон. Сейчас весна. Это средство не требует смывания. Прекрасно справляется с загрязнениями. Естественно, мы не говорим о каких-то въевшихся, жирных пятнах. Ну вот так вот сделать влажную уборку, освежить квартиру. Просто чудесно. Замечала уже не раз, что если можешь со средством полы, вода намного грязнее, чем если просто водой. Поэтому обратите внимание. Еще и средств для дома. Линейка Суюн. Ну все, уже никого не переубедить. Кто попробовал средство для мытья посуды, кондиционер из этой линейки, просят повторять именно его. Хотя у меня в запасах есть и наши стандартные гели для мытья посуды, и наши обычные кондиционеры. Но нет. Корейская линейка всех покорила. Мало того, что приятная душка, прекрасные моющие свойства, так еще и дозатор, что является несомненным плюсом в сравнении с остальными гелями для мытья посуды Фаберлик. Артикул 300, ровно 19. Гель невероятно концентрированный, справляется даже с самыми жирными тарелками, самой жирной посудой. А кондиционер Артикул 300, ровно 17 пахнет достаточно ярко, насыщенно, но не до головокружения. К моим любимым кондиционерам, к самым ярким кондиционерам Фаберлик я бы все-таки отнесла ароматерапию. Это пион, просто с ума сходящий для тех, кто любит стандартные одушки вернеля, ленора такие цветочные и золотая органа. Необычайный аромат, в запасе ни одной бутылки не осталось, поэтому тоже три прикупила. Это тот случай, когда хочется, чтобы благоухала не только белье, но и вся квартира. Восточный пион 3853, органа 3854. Не смотрите на то, что здесь маленький объем. Иногда это обманчиво, например, в фикс-прайсе можно за 300 рублей 2 литра кондиционера взять, а тут вы за 150 берете пол-литра. Но насыщенность просто не сравнить. Тут достаточно пол колпачка для людей, которые чувствительные. И целый колпачок на стирку, полную загрузку, полный барабан постельного белья, полотенец. Когда я добавляю полный колпачок, тогда белье максимально мягкое. Оно не склизкое, не противное. До фаберлики я ненавидела пользоваться кондиционерами. Мне не нравился эффект на белье вот такой какой-то склизкости, недостиранности. Вот. Колпачок это на полную загрузку. И для таких, как я, кто любит, что прям благоухало белье. Средства для плит. Я хотела три заказать, почему-то оказалось одно. Я уже проверила. Действительно, в заказе одно. 30-119. Тоже постоянный спутник. Разъедает все. По отзывам других людей брала Азелит. Но вы знаете, там для меня Азелит, во-первых, не нравится, что распыление. Вдыхаешь эту химозу. Во-вторых, там, где фаберлику было сложно разъесть, там и Азелит не справился. То есть, вот на очень застарелом пятне, которое досталось у предыдущих хозяев, оба средства пришлось применить еще и физическую силу. Возвращение моего любимого освежителя. Я его так назову. На самом деле, это не освежитель. Пять штук перед вами и еще придут в следующем заказе. Нейтрализатор запахов. Как вам сказать? Для меня это ассоциация с чистым, выстиранным бельем, высушенным на солнце. Когда вы его распыляете, помимо того, что оно осаждает, пыль блокирует, неприятные ароматы. Кстати, одушка называется нежный хлопок. Пахнет свежевыстиранным бельем. Не знаю, для меня это какой-то запах чистоты. Я его использую как бы дома. Животных у нас нет, курящих у нас нет. Каких-то прям супер неприятных запахов нет. Но на кухне нет двери или двери. И запах, естественно, разносится по всей квартире. Прошлась нейтрализатором. Все вот это неприятное заблокировало. Я уже свой открывала, тестировала. Поэтому детским этим восковым карандашом пометила, что это моя бутылочка. Любимый освежитель у моих заказчиков. Вот нравится всем тропический бриз. Действительно, очень приятный, нестандартный аромат. Кстати, водные освежители воздуха не пахнут так, как те, которые в баллонах. Вот баллонные освежители для воздуха не спутаешь. Вот реально пахнет туалетом. А тут очень приятные дужки, которые вы распыляете не только в туалете, а по всей квартире. Осаждаете пыль, изменяете атмосферу в пространстве. И еще достаточно популярный апельсин с корицей. Но напомню, у нас с вами в следующем каталоге тоже какая-то цитрусовая новинка. Ну и еще кое-что из разделов. Но это не совсем для дома. Спрей защита обуви от влаги, грязи и реагентов для гладкой кожи, зам, шевелюра, нубука и текстиля. Этот спрей заказала, я предложила, а женщина согласилась, которая взяла у меня кеды. Одни из кед. Фаберли, которые я вам показывала, уже и красные, и белые с серым, и желтенький цвет охра. Вот у меня их забрали. Женщина с моим размером обуви. Еще синий. Синий прошли мимо вас. Тоже были у меня в заказе. В общем, я ей предложила. Этот спрей действительно работает. Вы наносите его на обувь и можете прямо дома проэкспериментировать. Замшевую ботиночек, например, хорошо взбрызгайте, забрызгайте этим спреем. И потом сверху воду капаете, и сразу ткань, материал, не ткань, кожа, материал начинает проявлять гидрофобные свойства. То есть тут же отталкивает от себя все скатывается. Так как у нас кеды такие а-ля под замшу, под нупук, чтобы влагу, калининградский, этот сырой климат, поменьше на них воздействовали, я свои уже обработала. И вот женщина тоже обработает. Сейчас все уберу со стола. А еще у меня есть сковорода. Сейчас распакую. Я вам уже рассказывала, что на дни рождения я стараюсь дарить женщинам посуду. Сковороды, кастрюльки, как мы их называем, казаночки. Просто хочу показать, как все упаковано. На ручке была вот такая воздушный карман. Все пупырки. Внутри еще пенопласт. Защищающий коробку. Пакет. Ну, чтобы не проминалось. И вот так вот выглядит сковорода. Это максимальный диаметр. У меня уже такой есть вок. И несколько воков. И одну такую сковороду я подарила. Сказать, что люди были в восторге, это ничего не сказать. К ней действительно ничего не пригорает. Она максимально легко моется. Как-то все на ней так быстренько готовится. Ну, не на ней, на этой посуде. У меня вок. Просто говорю про покрытие. И предыдущая линейка у нас была, тоже грибон. Моя любовь. Вот больше ничего не могу сказать. Все. Девочки, держитесь. Последний этап перед покрасом белья. Носки. Ну, у меня уже, конечно, все есть. И это все не мне. Тоже, вот кто на мне видит, у людей уже, знаете, даже привычка такая. Они мне говорят, и это тоже фаберлик. И буквально вчера разговаривала с женщиной. И она тоже говорит, это фаберлик. Я говорю, вот посмотрите сейчас на меня. На мне все фаберлик. Носки, нижнее белье, брючки, футболка. Все фаберлик. И когда люди воочию все это смотрят, трогают, проверяют качество, они понимают, что разница есть. И что действительно вещи качественные. И вот носочки могу сказать, что из всех, что у нас были, эти самые лучшие. Я вам просто картинку выведу, чтобы артикулы у всех не назвать. Это все новинки с одной странички. Напомню, что вот эти упаковки, я вот эту верхнюю часть срезаю. Тут вот кармашек открывается. И потом использую для детских пазлов. Вот, что хочу сказать про носочки. Покажу в своем любимом цвете. Из всех носочков, вот все были удачные, но эти оказались самые мягкие. Очень хорошо тянутся. Невесомо ощущаются на ноге. После стирки не стали плотнее. Вот эта резиночка не стала более тугой. Вот практически не ощущаются на ноге. Настолько обволакивают. Вот из всех носочков, что у меня есть, коротеньких, да, Фаберлик, я каждую коллекцию беру. Эти оказались самыми такими мягкими, нежными, как-то правильно прилегающие. Нигде не давит, нигде не трет. Легко на ножке ощущаются. Действительно, вот весна, лето, самое то. Поэтому носки сейчас у меня большим спросом пользуются среди знакомых. Поэтому вот вам показываю. Ну и пакеты заказала в разделе с пакетами. Тоже все позаканчивалось. Все размеры. Вот. До самого большого. Вот он пополам сложный. Он на самом деле очень большой. Тоже наши пакеты. Я прям в них дарю подарки, собираю. Они еще и биоразлогами вроде обещают. А, еще я вам покажу после белья, покажу две вещи, которые мужу заказала. Я получила заказ на несколько комплектов белья. Белье в Фаберлик можно брать на примерку. Если вы заказываете на фирменный пункт выдачи, можно взять на примерку, при заказе на фирменный пункт выдачи. Вы можете, не оплачивая заказ, примерить там и оставить позиции из одежды и белья. На примерку можно брать все, кроме носочных и чулочных изделий. Вы можете прямо на пункте выдачи примерить, если там есть возможность такая. Либо вы можете забрать оплаченный заказ, примерить дома и на возврат у вас есть 2 недели. Главное сохранять все бирочки, наклеечки и упаковочки. Вот, у меня в автозаказе еще двое трусиков, но сначала покажу комплекты, которые пришли. Вот такой бюстгальтер есть у меня. У нас с вами белье бывает, стандартные бюстгальтеры, усиленная поддержка и по-моему особая поддержка. И на один и тот же бюстгальтер, вот по названию, если будете вбивать, может быть 3 карточки и размерные таблички. У них отдельно идут размерные таблички на все нижнее белье, в принципе на всю одежду и обувь вы можете находить в карточке товара. Вы заходите непосредственно на сайт, можете через браузер в телефоне, можете через компьютер, не через приложение. Заходите в карточку этого товара и всегда под фотографией справа есть размерная табличка. И у бюстгальтеров обращайте внимание, что есть обычные бюстгальтеры, особая поддержка. И усиленная, по-моему, поддержка. И это все разные таблички. Вот покажу. Тут я, по-моему, все их заказывала 85D. Это кружевное, тончайшее белье. У меня есть такой бюстгальтер только на мой размер. С косточками. У Флоранж качество не уступает меловице, но стоит, если по акции в 3 раза дешевле, если без акции в 2 раза дешевле, может быть в 2,5 раза дешевле. Все бюстгальтеры до 2000, которые я вам показываю. Вот такая вот чашечка. Ну да, это, да, конечно, грудь прилично больше моей. Уже на таких объемах, на 2 крючка идет. Цвет обаятельный, очаровательный. Вы смотрите, какой широкий поясок. Дальше идет кружево. Вот она чашечка. Мягчайшее кружево. Такая сеточка. У меня, кстати, на канале есть обзор большого количества бюстгальтеров. По-моему, в том же обзоре я показывала вот этот. Тут прострочено, как, ну, не резиночка, не резиночка, чтобы все-таки зафиксировать грудь, да, сохранять ей форму. Так выглядят бретели. Вот, с этой стороны прям так дополнительно нашита мягкая такая плюшевая ткань. Вот как выглядит внутри. Это хлопок. Вот, чтобы ничего не потело, видимо. Держала форму. Вот. Не, вообще, ни одной лишней строчки. Все идеально прошито и долго носится. У меня еще нет ни одного бюстгальтера Флоранш, который бы вышел из строя. И к ним трусики. Вообще нужна Элечка, но Элечки не было. Поэтому взяли М-очко. Примерим в надежде, что подойдет. Это вот эта же модель. Вы вбиваете, прям ищите по модели, потому что по артикулу вам может не найти, если этого конкретного размера нет. Мелисса. И вот такие вот трусики красивые. Все такое нежное. Тут вот кружево. Какое-то пятнышко. Странно. Ну, вот смотрите, если вы нашли пятнышко, вы можете тут же без вопросов вернуть. Если вы сомневаетесь, что вы сможете отстирать, в принципе, что вы будете стирать. Но если нашли, можете не стесняясь сказать, если что-то не понравилось, где-то что-то пятнышко нашли. Хотя видно, что трусики новые никем не примерялись, потому что вот эта наклейка, она не деформирована. Вот она как изначально плотно прикреплена, так она и есть. Хлопковая, я думаю. Гигиеническая защита тут написано. Читаю, что написано. Гигиеническая защита. В общем, вот так выглядят трусики. Ну, по ним видно, что их не примеряли. Интересно, откуда пятнышко. Возможно, где-то на производстве что-то, когда-то, что-то пошло не так. Но это не страшно, всегда можно вернуть. Идем дальше. Комплект называется Вирджиния. Все, 85 лет вам показываю. Так вот выглядит бюстгальтер. Тут вот это хлопок. Ой, это вообще моя любовь. Я люблю, когда все хлопок. Он абсолютно весь хлопковый. Посмотрите, ну, кроме кружева. Конечно, как на груди я вам не покажу. Тут вот так кружево. Красиво. Вот оно, кстати, такая как сеточка. И она двухсторонняя. С этой стороны сеточка с вышивкой, которая ощущается эта вышивка. А к коже дополнительная сеточка намного мягче и без вышивки. То есть, чтобы никаких раздражающих факторов не было. То есть, об этом позаботились. Тут также вот она есть. Резиночка, не резиночка. Для того, чтобы грудь зафиксировать, да. Чтобы она вперед не прыгала. Косточка, конечно, есть. Вот так выглядит чашечка. Все сшито. Лямочки такие. Все тоже. Очень нежная, красивая. Тут дополнительные тоже есть. Часть вставочка, чтобы помягче было. Брители широкие. В три ряда крючочки. И сейчас покажу к этому без галатуры трусики. Тоже эмочка. Ну, будем надеяться, что будет как раз. Вот тут уже белье хлопковое. Да. Так вот выглядит кружево. Точно так же тут с узорчика. И внутри дополнительная сеточка. То есть, ни на одной сеточке держится. Ну, в принципе, хорошо тянется. Ну, хлопковое белье. Это, мне кажется, все женщины любят хлопковые трусики. Эти трусики есть с высокой посадочкой, с низкой посадочкой. Вот. Ну, знакомая попросила с высокой. Я вот, если честно, даже по фотографии не разобрала, что это придет хлопок. И еще два бюсткальтера, к которым трусики пока не пришли. Так, это Надин. Белый бюсткальтер. Ох, какой он провокационный. Прозрачный, смотрите. Он прозрачный. Точно так же на сеточке вышивка есть, да. Вот. И поэтому внутри есть еще дополнительная сеточка. Белый бюсткальтер. Тут тоже три ряда. Все мягенько, хорошо. Бритель. То есть, тут бритель прям вот отсюда выходит. То есть, не отдельно пришита. А вот половина брителей идут прям сразу у вас из подмышки. Видно, что из подмышечной впадине. Прошу прощения, если подмышки некорректно в данном случае говорить. Видно, что у него немножко другая архитектура, да. Как он выстроен. Вот. Ну, конечно. Абсолютно прозрачный. Посмотрим, конечно, у всех свои предпочтения. Ну, как по мне, очень такое провокационное белье. Как-то я назвала один бюсткальтер монашеским. Очень много смеха это вызвало у людей. Ну, я могу иногда так не следить за языком и как-то прокомментировать. Вот этот бюсткальтер из всех, что я вам показываю, кажется самым основательным. Называется Дакота. Внутри хлопок, я ощущаю, но снаружи нет. Снаружи это не хлопок, стандартная ткань для белье ткальтеров. Вот тут тоже. С этой стороны кружево, с этой стороны мягкая сеточка. Точно так же. А, нет, тут пришита бретель. Такая, достаточно мягкая, широкая. Точно так же на три крючка. Тоже это двухслойная. То есть тут такая ткань, как на бюсткальтерах. Вот это как атласная. А внутри сеточка дополнительная. Кости все хорошо спрятаны. У меня, кстати, ни в одном бюсткальтере ни одна косточка не вылезла. Это тоже важно знать. Внутри хлопок. Все должно быть максимально приятно. Ну, я даже не представляю. Я бы, наверное, оставила все четыре комплекта. Посмотрим, может быть так и случится. Еще увидите белье. Еще получила заказ на белье. В ближайших заказах будет очень много подобных обзоров. А, и сейчас покажу, что мужа заказала. Сначала покажу бельки, а потом уже покажу саму футболку. Цвет белый. Футболка мужская в размере XL. Состав 92% хлопок, 8% эластан. В общем, артикулы. Это все из новых линеек базовых. И джемпер лонгслив в черном цвете тоже XL. Я вам два XL показывала, но сейчас XL тоже на всякий случай покажу. Так, показываю сначала футболку. Размер XL. Цвет не совсем белый, больше молочный, либо вот айвори, как его еще называют. Что я хочу сказать. У меня супруг решил, что нужна ему белая футболочка. Параллельно показывать, что все швы... Тут уже попалось кое-что. Вот. Мой супруг решил, что ему нужна белая футболка. Зашел в твое, не знаю, где он там ходил, и взял футболку. Я ему потом говорю, ну Фаберлик же ей зачем ты взял? Я не знала. В общем, я ему заказала эту. Втвою он взял футболку за 600 рублей. Это обошлось мне 959 рублей. Но разница колоссальная. Да, футболка уже после двух стирок потеряла форму, горловина деформировалась. Тут горловина, вот смотрите, как выполнена. И уже по опыту тех футболок, что есть у меня, горловина не деформируется. Во-вторых, ощущается, что ткань прилично плотнее. Она как-то, вы знаете, вот как объяснить, в твое такой трикотаж, который во время стирок очень сильно изнашивается и теряет форму. И уже какая-то ткань становится ну вот очень дешевая, что ли. Выглядит она изначально прям. Тут все очень качественно. И муж сказал, ну действительно, Фаберлик в этом плане лучше. И вот лонгслив. Уже вам показывала, это черный, он просто немножко на камере светлее кажется из-за лампы. Напоминаю, что мужские лонгсливы отличаются от женских. Женский лонгслив выполнен так же, как футболка, просто с длинным рукавом. Та же ткань. Мужской лонгслив, вы посмотрите, он немножко даже на свитшот сходит. Вот такой вот манжетик. Вот на шее. В принципе, как он на мужчине выглядит, вы на сайте можете показать. Моя задача показать вам в мелких мелочах, как это все выглядит. Вот так ткань выглядит, не прям петелечки. Ну в общем, это не как ткань хлопковая на футболках. В этом большая разница. Поэтому, если у вас был женский лонгслив, не думайте, что мужской пройдет такой же. Вот. А так в целом все отлично. Ну все, мои хорошие, я вам вроде бы все показала. Надеюсь, что все. Ну а если вы еще никогда не заказывали Фаберлик, напоминаю, что Фаберлик можно заказывать самостоятельно, без консультанта, как на обычном маркетплейсе. Огромное количество видов доставки. Но самое главное, что нужно знать до регистрации. Фаберлик невозможно без наставника. Даже если вы сами зарегистрируетесь на сайте, у вас в любом случае он будет. Просто если вы проходите по реферальной ссылке блогера, вы выбираете наставника. Если вы регистрируетесь на сайте, вам назначают наставника. Для чего нужен наставник? Наставник это тот человек, который сопровождает вас, который отвечает на ваши вопросы. Но наставники бывают разные. Бывают гиперактивные, бывают гиперпассивные. Тут русская рулетка, если вы сами регистрируетесь на сайте. Я как наставник со своей стороны даю гарантию, что если вы проходите по моей реферальной ссылке, а под каждым моим видео есть моя персональная реферальная ссылка, вы получаете гарантию, что вам никто никогда не позвонит. Никто никогда не будет просить делать заказы. Когда вы регистрируетесь, вы получаете мой номер телефона. И если у вас есть WhatsApp или Viber, или даже не важно, вы можете мне позвонить. Я вам не звоню, но вы можете мне позвонить. Вы можете любым удобным для вас способом задать мне вопрос напрямую, и я на него, конечно, отвечу. Даже быстрее, чем обратная связь, и быстрее, чем если бы вы задали подобный вопрос на YouTube. Я со своей стороны, когда вы регистрируетесь, присылаю вам приветственное сообщение, в котором даю ссылку на скачивание приложения, потому что в приложении все-таки заказы размещать удобнее. Даю минимальную информацию, которая вам необходима. Информацию о подарке, о Faberlic всем новичкам дарит подарки, информацию о стартовой программе, какие-то там ссылочки такие полезные. Все, вот эту первую группу присылаю, спрашиваю вас о том, хотите ли вы состоять в моем чате, и на этом все. Если от вас инициатива не исходит, я сама никогда не навязываюсь. Если вы что-то спрашиваете, я отвечаю, если вы просите в какой-то момент проконтролировать, я проконтролирую, напомню. Но всегда все общение исходит только от вас, поэтому если вы ко мне зарегистрировались, и я вам не пишу, не пугайтесь, я просто всегда уважительно отношусь к консультантам и нахожусь в режиме ожидания. Я понимаю, что большинству людей все эти рассылки на поминашки неприятные. Есть исключения, кто это любит, но те заходят в мой чат, те в постоянном общении со мной, но большинству людей все это не нужно. Фаберлик нет обязательных закупок. Минимальный размер заказа, чтобы сработала скидка 20%, всего 1000 рублей, ну либо пропорционально вашей валюте. Ссылка рабочая для всех стран. Единственное условие, которое у вас может быть, это первый заказ 1500, но это только в том случае, если вы хотите получить подарок за первый заказ. Если вам подарок не нужен, вы можете просто какую-то одну позицию заказать и все. Мне вопросы не стесняйтесь задавать, не обижайтесь на то, что я молчу. Есть вопрос, обязательно пишите. Для меня не существует глупых, ненужных вопросов. Просто помните, что я переживаю, чтобы не нарушить чужое информационное пространство, поэтому не пишу. В остальном всегда рада общению. Спасибо большое, что посмотрели это видео. До встречи в новых обзорах на моем канале. Всем пока-пока.